Здравствуйте! В эфире же недели новости Смоленск КС в студии Анны Пименова. Мы расскажем о важных событиях из жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Итоги отборочного этапа конкурса, предложений по улучшениям и ПСР-проектов. Зарыбление Десногорского водохранилища. Представители администрации Смоленской области на станции. Интеллектуальный турнир к 35-летию пуска первого энергоблока Смоленск КС. На плановом совещании с руководителями подразделений директор станции сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». Фактическая мощность 22 513 мегаватт, что составляет 101,8%. О техническом состоянии Смоленская сообщил главный инженер предприятия. В работе три энергоблока, суммарная нагрузка 3150 мегаватт. Выработка электроэнергии за 16 дней октября составила 1,12 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что превышает плановое задание на 45 миллионов. С начала года выработка составила более 19 миллиардов киловатт-часов, сверх плана 1,66 миллиарда киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. На Смоленской АЭС подведены итоги отборочного этапа конкурса предложений по улучшениям и ПСР-проектов. Экспертная комиссия под председательством директора Павла Лубенского определила лучшие личные и командные инициативы для участия в отраслевых состязаниях лидеров эффективности. Экспертная комиссия под председательством директора Павла Лубенского определила лучшие личные и командные инициативы для участия в отраслевых состязаниях лидеров эффективности. Критерии оценки ПСР-проектов – амбициозность целей, полученный эффект, ППУ – простота и оригинальность решения, инновационность, скорость реализации, отношение эффекта от улучшения к затратам. Общий критерий для всех номинаций – возможность тиражирования на других предприятиях отрасли. В номинации «Эффективность использования ресурсов» лучшим признана ППУ ведущего инженера ЦОС Анатолия Шишкина. На втором месте – предложение начальника лаборатории ОРЗ Ольги Романюк. Первое место в номинации «Повышение производительности труда» эксперты присудили ППУ инженера электроцеха Артема Шашкова. Второе место заняла инициатива ведущего инженера реакторного цеха Михаила Калитина. Лидером номинации «Повышение эффективности работы оборудования» признана ППУ ведущего инженера-технолога турбинного цеха Александра Баранова. На втором месте – предложение ведущего инженера реакторного цеха Михаила Калитина. Рекордсменом подачи предложений по улучшениям признан начальник участка ЦОРа Олег Краснов. В 2017 году он подал 52 ППУ. На втором месте – ведущий инженер-технолог ЦЦР Владимир Огурцов. Он инициировал 31 ППУ. На звание «Лучший ПСР-проект» направлено на снижение себестоимости номинированы два проекта команды электроцеха. В номинации «Повышение производительности труда» лидировал ПСР-проект «Оптимизация процесса отключения внутриреакторных датчиках» в обоих комплектах КСКУС в период плановых ремонтов на блоке номер 1, которым руководил заместитель главного инженера Николай Добряев. На втором месте ПСР-проект «Сокращение срока ремонта ПНД ТГ-6», реализованный во главе с начальником трубинного цеха Юрием Осиповым. Данный конкурс проводится с 2011 года. В этом году на конкурс были поданы 23 ПСР-проекта и 37 предложений по улучшениям. Наблюдается динамика активности нашего персонала Смоленской АЭС. Люди желают показать свои новаторские идеи на отраслевом уровне. Предложения по улучшениям и ПСР-проект, заявленные от электроэнергетического дивизиона, сейчас проходит отбор в комиссии концерна «Росэнергоатом». Лучшие претенденты войдут в число финалистов, защитят свои работы на отраслевом форуме лидеры ПСР, где определяются победители конкурса. Состоялся первый этап ежегодного зарыбления водоема-охладителя Смоленской атомной станции – растительноядной рыбой. В водохранилище выпущена молоть Белого Амура, которую поставил Тверской научно-исследовательский центр. Зарыбление относится к числу наиболее значимых природоохранных мероприятий, реализуемых Смоленск-АЭС на протяжении 16 лет. Общая сумма средств, затраченных Смоленской станции на мероприятия по зарыблению, в 2017 году составляет более 1 миллиона рублей. Всего с 2001-го водоем-охладитель выпущено более 120 тонн рыбы. Белый Амур выпускается в Десногорское водохранилище с целью снижения водной растительности в водоеме. Это нужно для улучшения экологического состояния водоем-охладителя Смоленск-АЭС в целом. В конце октября пройдет второй этап зарыбления. В Десногорское водохранилище будет выпущено 3640 килограмм о молоде растительноядной рыбы. Средний вес одной особи – 400 грамм. Смоленск-АЭС экскурсионным визитом посетили представители компании «Ростелеком» и Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности и тарифной политике в рамках отраслевого проекта «Наука для каждого» сделанного у нас, реализуемого информационным центром по атомной энергии города Смоленска. На действующем энергоблоке номер один они побывали в машинном и реакторном залах, посмотрели главные циркуляционные насосы, а также познакомились с работой блочного счета управления на полномасштабном тренажере. Выражая общее мнение своих коллег, Юрий Дмитриев, представитель Департамента Смоленской области, отметил, что от посещения Смоленск-АЭС остались самые положительные впечатления. Впечатляет все – масштабы, организация и самого производства, и безопасности, и условия работы людей, в том числе вот этот учебный центр. То есть как бы, если говорить банальностями, то вызывает чувство гордости, что у нас есть такая атомная энергетика, которая, в общем-то, на передовом уровне находится и в мире. В реабилитационно-оздоровительном и досуговом центре Смоленск-АЭС состоялся турнир по интеллектуальной игре «Брейн-Ринг», организованный интеллектуальным клубом 3000-х, при поддержке администрации и профсоюзного комитета Смоленск-АЭС. В нем приняли участие 8 команд – работники и ветераны атомной станции, а также сборная команда города Рославля. «Разон мы начинаем с вами. Мне очень приятно, что у нас здесь сегодня собрались 8 лучших команд по рейтингу, и поэтому я думаю, что борьба будет у нас острая». Игра проходила по круговой схеме. Каждая команда играла с каждой по одной игре. Одновременно в интеллектуальном бою сражались две команды, которым предлагалось на время ответить на пять вопросов. Победитель определялся по количеству набранных баллов. Интеллектуальный турнир длился около четырех часов. Состоялось 28 игр, прозвучало 140 вопросов. В результате первое место заняла команда из Рославля асимметричный ответ, не проигравшего ни одного боя. «Брейн-ринг» отличается от классического «что, где, когда» временным фактором. То есть здесь надо давать ответы как можно быстрее, соответственно, больше нервы, больше адреналина, больше вероятность дать неправильный ответ. Тем не менее, мы смогли со своими нервами справиться. Нам удалось выиграть все бои, хотя не без труда. Второе место у сборной команды «Смоленская С-3000». Третье место заняла сборная команда «Десногорска» «БУ». По решению жюри был выявлен лучший игрок турнира, наиболее активный и правильно отвечавший на вопросы. Им стал Андрей Рожков, ведущий инженер цеха, обеспечивающих систем Смоленской станции, капитан команды «3000». Все победители получили грамоты и кубки, а главное – заряд положительных эмоций и хорошее настроение. Ура! Приглашаем учащихся образовательных учреждений принять участие в творческом конкурсе, посвященном 35-летию «Смоленская С». Конкурс проходит в четырех номинациях – литературное творчество, декоративно-прикладное искусство, художественное творчество, мультимедийные проекты. Работа принимается до 6 ноября по адресу город Десногорск, третий микрорайон, информационно-аналитический центр «Смоленск АЭС», бывшее здание детского сада «Золотой ключик», кабинет номер 13. Положение о конкурсе размещено в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», на страницах «Смоленск АЭС» и на главной странице локального сайта атомной станции. Телефон для справок – 73378. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости «Смоленск АЭС». С важными событиями из жизни станции вы можете ознакомиться в официальной группе «Смоленск АЭС» в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Фейсбуке», а также в разделе «САЭС» на сайте «Росэнергоатом». А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА